В нашем предыдущем видео, посвященном началу изучения вопроса, откуда в мировом публичном пространстве появилась информация о засилье нацистов и фашистов в Украине, мы рассказали про канадского журналиста, сотрудника Bellingcat Майкла Колборна. И упомянули, что его расследование о так называемых украинских ультраправах проходило при непосредственном участии и под руководством известного медийного персонажа Христа Грузева. Как сам неоднократно утверждал Грузев, он стал заниматься расследовательской деятельностью с началом, как он это называет, Третьей мировой войны, которая началась, по его мнению, в 2014 году, с чем я, конечно, тоже согласен, причем я могу назвать точную дату, это случилось 1 марта 2014 года, а даже отнюдь не с момента начала Крымской операции 20 февраля. А именно 1 марта, когда Путин официально завизировал возможность вторжения российских войск в Украину, получив одобрение Госдумы Российской Федерации и Сената. Дальше Грузев всегда утверждал, что его сотрудничество с Bellingcat началось с расследования обстоятельств сбития Боинга рейса MH17, что он являлся главным расследователем на протяжении сотрудничества с Bellingcat. А как известно, с февраля этого года Грузев стал руководителем Bellingcat, отвечая на вопрос, почему вы связываетесь с рискованным делом, с расследованиями, связанными с Россией. Грузев отвечает, расследования идут там, где есть преступления, сейчас идет война, это факт, один из участников войны, Россия, и самое очевидное преступление, которое пересекает границы, за которыми стоит государство, это российские преступления, это тоже факт. И действительно, с 2014 года происходит много самых разных странных событий, которые, безусловно, могут квалифицироваться как преступления международного уровня, часто близко связанные именно с Российской Федерацией. И без сомнения, подобные события должны вызвать интерес у расследователей. Ну, например, в конце весны, начале лета 2014 года, как раз в то время, когда начинаются боевые столкновения на Донбассе, вдруг, как чертик с табакерки, появляется ДАИШ, ИГИЛ, исламское государство. Вроде как существует уже одна хорошо известная франшиза Аль-Каида, о которой разглагольствуют полтора десятка лет, и вдруг, нате, появляется новая, точно такая же Суницкая, с примерно такими же целями, и в такое нужное время. Более того, хорошо известно, что она состоит в массе своей из бывших офицеров армии Саддама Хусейна, а также костяком ее являются многочисленные гости из республик бывшего Советского Союза и, главным образом, из Российской Федерации. О чем вполне официально заявляли представители российских силовых структур, как бы заранее, что 2-3 тысячи террористов переехали на Ближний Восток с целью вступить в террористическое исламское государство. Для чего делаются такие заявления, должно быть хорошо понятно. Если вдруг подобные лица попадут в плен и будут идентифицированы, всегда можно сказать, мы вас предупреждали. Вопрос только в том, как можно было не задержать тысячи террористов при довольно неплохом контроле со стороны властей страны в 2014 году. Кроме появления исламского государства, интерес вполне могли представить события Центральноафриканской Республики, связанные с одной стороны с переброской туда вагнеровцев, как, впрочем, и в сопредельный чат Мали Нигер, так и с убийством там трех российских журналистов во время расследовательской поездки деятельности группы Вагнера, организованной и финансированной так называемым оппозиционером Ходорковским. При этом среди этих журналистов была довольно известная медийная персона Архан Джамаль. Скажем, очередной раунд военного противостояния в треугольнике Уганда-Руанда-Конго, где также имеются нефтяные и геостратегические интересы Российской Федерации. Или, например, странные действия ряда высокопоставленных европейских чиновников в период первого этапа российско-украинского противостояния, сразу после аннексии Крыма, после военных действий на Донбассе, что на наш взгляд тоже может являться поводом для расследования. Не говоря о тех же странных действиях и самом ходе событий 19-22 года, связанных с острой респираторной опасностью. Шарли До, желтые жилеты во Франции, провокации в Германии. Все эти события так вовремя появлялись в период каких-то очередных обострений отношений между Западной Европой и Кремлем вокруг украинских событий. Можно много перечислять еще из подобного списка. Но нет, ни Беленкет, ни Грозев совершенно не интересуется этими преступлениями, которые, несомненно, затрагивают глобальные вопросы войны и мира. Даже убийство одного из лидеров так называемой российской оппозиции Бориса Немцова или смерть от якобы долгой продолжительной болезни Валерии Новодворской совершенно неинтересно расследователю. И хотя уже в 1922 году он заявлял о том, что да, мы будем в будущем расследовать смерть Бориса Немцова, но зачем же ждать 8-10 лет, когда можно было все это сделать по горячим следам? Нет, все подобные преступления малозначимы. А вот что касается украинских нацистов, хотя даже если и предположить, что некоторые радикалы, которые существуют в любой стране мира и совершали какие-то неправомерные деяния, то эти их деяния ни в какое сравнение не идут даже с тем, что я уже перечислил. Не говоря уж о самом ходе российско-украинских военных действий. И почему вдруг осень 1918 года? Ведь Добрбаты, Азов, Айдар, Донбасс и прочие появились на волне Майдана для защиты Украины от внешней агрессии. Другие украинские национальные группировки, как в свое время УНАУНСО, появились в конце 80-х, начале 90-х. Многие члены этих группировок участвовали как в различных гражданских войнах на территории бывшего Советского Союза, так и в некоторых случаях за пределами этой территории. Но расследовали на 90-х, это почему-то было не очень интересно, разве что кремлевские пропагандисты опять же упоминали по любому поводу украинских националистов. Но в том же 14-м, 15-м, 16-м, 17-м годах самого Грозева совершенно не интересовала ситуация с так называемыми правыми радикалами. А вот уже что касается 2018 года, перед очередным раундом выборов в Украине, для того, чтобы, возможно, лишить Украину поддержки со стороны ряда зарубежных стран, для того, чтобы создать имидж некоего образа колыбели нового нацизма и нового фашизма, вдруг начинает раскручиваться тема Азова и украинских ультраправых. Как сам утверждал Грозев в том же интервью Альбац, я занимался украинскими правами, не уточняя, что это было и когда это было. Сделаем небольшое отступление и попробуем проанализировать, кто же такой сам расследователь Кристо Грозев. Сделаем это, как он любит говорить, из открытых источников. Согласно официальной биографии, которая базируется на высказывании самого Грозева, сразу после окончания школы, еще в коммунистической Болгарии, Грозев поехал в Западную Европу, хотел сделать музыкальное радио. Около года он находился в Люксембурге, а потом вернулся в Болгарию. Причем в интервью Альбац он говорит, что создал пиратское радио, так как было запрещено делать что-то официальное. А в официальных биографических источниках, которые не редактировались почему-то, написано, что он является одним из основателей первой частной радиостанции в Болгарии. Причем, понятно, это свершилось еще в коммунистический период. Известно, что спецслужбы коммунистической Болгарии, наряду со спецслужбами Германской Демократической Республики, были в тот момент самыми свирепыми в восточноевропейских коммунистических странах. И имели наиболее тесные контакты с советским КГБ. Поэтому представить себе, что после окончания школы мальчуган взял и поехал в Западную Европу, и годик там пожил, это совершенно фантастическая версия. Если только у этого мальчугана не было родителей из элиты коммунистической партии Болгарии или болгарских спецслужб. С кем он, собственно, и мог оказаться в этом Люксембурге. Найти какую-либо информацию о родителях Грозева, об их профессиях я не смог. Ровно как и возникает некоторая странность с хронологией. В официальной биографии пишется, что он с 1988 года репортер на радио в Пловдиве. При этом в 1989 году он увидел, что посольство Болгарии в Люксембурге покинуто, и залез туда в окно и начал читать там оставленные секретные документы. Что, в общем, само по себе представляется невероятным, потому что перед тем, как покинуть посольство, документы либо уничтожаются, либо изымаются. Но сам факт хронологии. В каком же статусе он был в Люксембурге? В качестве репортера радио из Пловдива? Да и вообще-то в 1988 году, согласно официальной биографии, ему должно было быть 19 лет. В Люксембург он попал, по его словам, сразу после окончания школы. Но предположить, что он пошел в школу в 9 лет и даже в 8 для рожденного в мае, мне представляется странным. И где находился в это время будущий расследователь, можно только предполагать. А вот стал ли он в 1990 одним из основателей первой частной радиостанции в Болгарии, мы сейчас и посмотрим. Что нам рассказывают болгарские источники. В 1992 году Петер Пунчев, Бойчон Автов, Кирилл Калев и Константин Тилев основали первое болгарское частное радио FM+. После этого Пунчев основал также радиостанции Фреш, Мила Голд и ряд других. Кроме того, он стал председателем и членом правления Ассоциации болгарских частных вещателей. От той самой компании Комуникорп Групп, о которой Грозев говорит, что был ее директором по развитию. В 2007 году Пунчев получил предложение возглавить бизнес этой группы в Украине. А с 2008 года стал также директором Радио 3 в Белграде, Сербии. В 2006 году в Болгарии была создана комиссия по обнародованию деятельности спецслужб Народной Республики Болгарии. И в частности о господине Петере Пунчеве было сказано следующее. С 1980 года является сотрудником разведывательного управления Генерального штаба Болгарской армии. В 1986 году был завербован в качестве агента Трояна Петко Сертовым, который был сотрудником госбезопасности Болгарии. Сам Пунчев тогда сказал в интервью болгарской радиостанции, что он не выполнял никаких действий и старался держаться подальше от спецслужб. Может ли в это поверить здравомыслящий человек, что двойной агент болгарского ГРУ и болгарского КГБ, двойной агент, в смысле агент двух спецслужб социалистической Болгарии, мог не выполнять каких-то заданий, не представляется наивным. Таким образом, мы видим, кто мог в Народной Республике Болгарии организовать частные радиостанции в поздний период социализма и в начале нового несоциалистического как бы пути. Мы видим, что это могли сделать только сотрудники и агенты госбезопасности. И вдобавок ко всему мы видим, как в какой-то момент пересекаются пути нашего героя и агента государственной безопасности с многолетним стажем. Кстати говоря, как минимум, еще один из основателей первого частного радио в Болгарии, а именно писатель Константин Тилиф, также был сотрудником болгарской госбезопасности, причем работал сразу на два управления, а именно на первое главное управление, занимавшееся внешней разведкой, а также на шестое управление, занимающуюся работой с интеллигенцией, а также выяснением настроения в обществе. Он был туда завербован еще будучи студентом и поэтому фактически занимался агентурной работой среди своих однокашников. Интересно, что предложение от Коммуникорпгрупп Пунчеву было сделано после того, как была образована комиссия по приданию огласке действий болгарских спецслужб в социалистический период. Именно в этот момент он получает предложение о переезде в Украину, а в дальнейшем и в Сербский Белград. Знаковым является то, что согласно открытым сведениям, период с 2005 по 2007 год Грозев был директором Коммуникорпгрупп и более того, эта компания, в которой он был директором, приобрела у его же компании Метрорадио Интернешнл, которая, кстати говоря, непосредственное отношение к Метрорадио, которую Грозев был, по его словам, приглашен в 1995 году для работы, не имеет непосредственного отношения. Так вот, Коммуникорпгрупп приобрела у Метрорадио Интернешнл принадлежащие Грозеву активы. Не будем забывать, что директором Коммуникорпгрупп был сам Грозев. Официально считается, что он занимался интеграцией Метрорадио Интернешнл в Коммуникорпгрупп. Одновременно, согласно официальной биографии, Грозев занимается всевозможными медийными проектами в различных европейских странах, в том числе в Болгарии, в Украине, в Нидерландах, в Австрии. Понятно, что мы не можем предъявить документы, в которых бы четко было написано, что Грозев был связан с болгарскими органами госбезопасности, с российскими органами госбезопасности. К сожалению, таких документов мы не имеем и существуют ли они, мне неизвестно. Мы просто показываем довольно странные вещи в его биографии. Странные пересечения с людьми, которые были официально объявлены как сотрудники органов безопасности, в частности Болгарии. С людьми, как Владимир Познер, с которым, по словам самого Грозева, он имел бизнес в 90-е годы. Его удивительный взлет в качестве медиабизнесмена в Российской Федерации, как в 90-е, так и в нулевые. Странное поведение самого Грозева и Беллинкет, странные расследования, которые они проводили, к этому мы еще вернемся, как и те расследования, которых они не стали проводить, хотя все говорило за то, если учитывать их декларации, что эти расследования должны были быть проведены. Вся эта информация и заявление, которое делал Грозев за прошедшие 8 месяцев с момента полномарштабного втажения, которая в дальнейшем ничем абсолютно не подтверждалась и выглядела скорее как дезинформация. Мы начнем нашу следующую часть с того момента, на котором сейчас остановились.